господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 280 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец 17 сентября 2016 года просят распространять как говорится в репост об одном деле человек этот что натворил за 20 лет в россии в государстве в церкви вот уже начинается прямо по делаю же сектореды уже отмежевывается от дворкина все дальше а вопиющих поступках дворкин это огромная ошибка для русской православной церкви началось а 20 лет помрачение бог послал в сумасшествие образовывать какие-то миссионерские отделы мерзость одна наползла пересорили целые страны между собой как пишут тут я уже не стал выставлять другие ролики и сиди и чего только нет я это говорю потому что сам пострадал как бы от него хотя в полном евангельском смысле не пострадал потому что я благодарил бога молился за него не взорова за стерлигов они у меня кажется в одной связке идут разрушители церкви был пострадал человек пройдет время когда люди опомнятся но последствия останутся везде секта то есть люди отравлены словом секта сказал значит уж я-то православный меня уж не назовут секта это обидное слово ничего нет силой князя бесовского вильзевула ничего нет господь гостя что отца моего а вы бесчестите меня меня сколько лепили это слово секта ну выйдите давайте поговорим что такое секта еще нету секта был здесь димитриев епископ максим приезжал служил со священниками если он едет и к сектантам и служит то каноны его наказывают также митрополит сергий иванников вот приезжал сейчас митрополиты ларион капрал батюшка встретились то есть самое наилучшее отношение благословенно я уж не говорю что у нас епископом был епископ и в тихий курочкин 13 лет это епископ домодедовский у патриарха кирилла патриарши после так называемое объединение хотя объединение никакого зарубежной церкви и не было запрограммировано признание акта о каноническом общении везде все лгут привыкли дворкин это инфекция и оплот человека ненавистищества подтверждаю что это действительно так они его последствия будут долго долго еще гнить просто отравлены люди этим вот у нас представьте я с детьми нахожусь потеряевки а то несколько лет назад было ягоды собираем клубнику веселые радостные дети плывут пучевые облака заходит секта у какая секта как то узнал что секта дети секта знаете мы давали объявление о детском лагере они не знают что такое объявление на столбах приходилось увешать никто же не дает нам реклама бесплатно посылали семинаристов которые фломастером писали ересь значит детский лагерь ересь все сказать помрачение ума бед не верят в бога нет страха божия что за все отвечать второе кори сам 5 10 соответственно тому и получите вот он получает дальше делает из людей баранов делает из людей баранов ладно вы лютых волков делает не баранов о воспаленном сознании дворкина вот еще что поймали на дезинформации диагнозы его какие-то останавливайтесь о невежестве безграмотности создал пугало для устранения неугодных где места пчелка нераскрыто еще преступления большой буквы незаконная деятельность структур антисектантского движения начало конца все пришло время кабанчика резать будет он да нет этим уже не будет слишком слишком ну далеко зашли клятвенно связаны с сша наркоман хиппи дворкин и так далее запугивает население россии так тормозните и дальше посмотрите откройте выберите время профессор в кавычках пациент палаты номер 6 более не оскорняет благопротивные речи главного сектоведа такой должности нету сектовед я буду знать все про волков от опыта жить надо христом лжепрофессор разрушавший ядами свое тело мозг том числе и разум враг затесавшийся в число граждан россии вот выставляет на мусульманство и нападал бы на мусульманство еще кришнаитов конфессии но были богомилы давайте нападать ну сказал один раз что такое секта это отвержение института священства рукоположие вот главное нету нету от имени христианской церкви не придем от продемонстрировал соблюдение и следуя ни одной христианской заповеди под личиной до пропорядочного христианина дворкин александр леонидович занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы неподкрепленные научными исследования это тип липы профессор шалатан ну и дальше почему это то но не народ огниющий труп который свое гниение принимает за жизнь а живот на нем лишь и в нем кроты черви поганые насекомые радующиеся тому что тело умерло и гниет ибо в живом теле не было бы удовлетворение жадности не было бы для них жизни вот почему его приняли труп вот мое сердце его не приняла сразу сразу же наши ресурсы как всегда нужно посмотреть богатая это мой мир заходите называется игнатий лапкин 11 почему один потому что взломали у меня и сигнатий лапкин перестал пропускать я поставил цифру игнатий один лапкин они все форум богатый у нас форум и все это во свете библии называется вот здесь написано православный форум что-то у нее особый форум здесь 1592 тема у дворкина будет это да нет конечно ничего этого не знает он может показать души которые обратились из сектантов пришли при том я ни одного не звал просто давал данные по христианству по православию когда на вопросы отвечал сколько руководителей пришло стали православными батюшками называть нельзя из миссионерских отделов как лютые волки нападают на них и везде все говорят превратно извращенно вот православный видеоканал открытым оком во свете библии сегодня пять роликов поставил два посвященные никите колесникову как он стал вот уже 13 18 даже просмотров стал пастухом события дня как создать музей простое все простое даже показать интересно про кошку то что здесь не как в городе все открыто сейчас пятницу было у нас здесь 16 сентября престольный праздник вчера обыкновенный день чем занимались наконец-то нам купили составленное по метру как на трехметровую трубу поставить для печки то есть событие это для нас события без этого мы не могли там топить готовить пищу это у володи пащенко дом который бывший калашникова петра григорьевича хороший дом большой составить все как должно быть там сейчас нужно обклеивать поврежденные где обои ну и проще события событий приехал брат павел и вот он как здесь был вчера яблони там любитель садоводство выкапывал человек уже считает труп настоящий а он еще маленько соображает и советы какие-то даже может дать и хорошо ли это что ищем пути выхода из-за этого состояния алкогольного опьянения до на осуждение все это было у дворки на одно осуждение и поэтому ему не выйти из этого состояния он не может он просто исчезнет сгинет и как не было его как на мусорную свалку выбросят и все тоже переживает может быть ну заранее должен был знать чем это кончится но меня вот нападает уже полвека полвека еще это сделали нет конечно и друзья появляются враги то ничего не имеют против они ведь я целый день горбачусь всякую работу делаешь самую низкую где съемка идет где голос мой есть я же в этой работе участвую меня просто не видно снимать некому я сам снимаю а с утра до вечера работаю я вчера показывал моя рука вот показать чтобы видно было какая рука я смотрю моем возрасте какие руки как скрюченные пальцы вот этот почему я не знаю я нахожу ответ тот что это изнутри происходит я и в воде работал сколько и с отравой и на морозе парализованные были руки парализованные потому что стеклили пришлось в рс вагоноремонтный завод там строили эти фонари называется посредине видно было как бы возвышение над пролетами на цехами их надо стеклить чтобы свет падал посредине вот и рамы железная и клямеры называется буквой г их надо прикручивать стекла чтобы держались а мороз 43 44 градуса мороза голыми руками там в перчатках ничего не сделаешь ну какие руки надо один полдня кто все уходит и уходит я один целую неделю и больше даже был там вот а рядом маленький закуток сделали там же наверху ты забежишь что-то там называется козел это мощная такая спираль там руки погреть руки так стунул только опять вот этот перепад температур у меня поразило обе руки я полгода ходил руки подвязаны были недвижимая думал навсегда лишился и каких только припарок не не делали парафиновыми там этими одеялами но еще только не делали и руки остались целые постепенно постепенно и группу сняли и на работе опять восстановился просто поражен был я дольше всех был на этой работе и работы это назвать не надо меня краном сняли оттуда в больницу отправили сразу операция была и руки остались вот никаких здесь утолщений нет у нас очленение где есть почему я горят от внутреннего зависит каким ты себя чувствуешь я так думаю конечно это внешне но много значит и внутренние вот когда человек настроен на доверие богу работа очень раз пищу возиться надо печь делать трубу поставить там заделывать туда-сюда никита володя помогают а я все время наблюдаю за собственным чувством мысленно молюсь и внутри вот представьте там сажа старая эта труба она заканчивается под кровлей потом на кровлю надо выводить трубу бандажа одного нету соединить а потом еще по два метра наростим труба то была сделана из кирпича выходила наружу и в шифере везде прорезано было для трубы труба в чистом дымоходе это кирпич что проходил плашмя вот кирпич у него 25 сантиметров длина и 12 с половиной ширина и 6 половиной толщина но я учился строительный техникум заканчивал знаю а это 20 диаметр труба купленная 20 диаметр я тоже ребятам предложил скажите вот она удовлетворяет или нет не знает но тоже все умножил пир квадрате площадь площадь узнал сначала что такое кирпич и здесь они почти одинаковые а теперь как ее закрепить тем более она намного ниже середины крыши а крыши это на 5 шиферин и весной когда пошел снег то смел трубу много снегу это с подветренной стороны и вот я вожусь и чувства в себе наблюдаю какие у меня внутри как ну пусть кто-то не осудит за это дело то что ну вот расхвалился я не я 40 лет печеньком был свободное время везде печи ложил это хорошая специальность нужно тебя среди зимы ищет замерзающие и у меня на душе до того светло радостно ну вчера баня банный день пойду в баню вымоюсь ну внутри какой-то свет радости вот здесь было холодно теперь поставили трубу сейчас он заделываем от дождя чтобы не попал дождь поэтому труба-то 20 диаметр она круглая а в шифере то прорезано надо на большую трубу еще под с каждой стороны по 13 сантиметров на кинь вон куда выйдет эту трубу как за дело дыру то заделать как как ее заделать то чтобы дождь не попадал туда у меня до шиферин и не попортили либо у нас нет ничего лишнего то и как выводили как щебенили там этот треугольник сделал ну мне не приходилось так первый раз так заделывать потому что заделывать кровлю чтобы не попадало это дело хозяина не печника я затопил дым пошел пошел везде плеснул духовка везде все кипит и радостно вот представьте что я вчера сажа и глина и на душе такое радостное настроение я все делаю замещание у меня один помощник будут обыкновенной глина и надо размешивать руками сделать из нее как сметану а потом один к одному столько же песка добавлять и немного воды и сделать тогда уже глина песочная это будет раствор масса и ее употребляешь вот он работает ну прям весь весь в глине всего ничего только размешать весь инструмент грязный берет лопата все все грязно это я остановился подошел ты что делаешь то еще нет ты не работал только разминал пол ведра глины и весь уже к кончутках у тебя же не два года зачем ты такой лупает глазами я говорю я 40 лет печеньюком был и мастерок у меня кельма там он не был грязным ни одной минуты если попала глина на него я сразу останавливались собой у меня ветошь актер руки вымыл и опять а тут веревка и к чему попало прикасается все абсолютно уже грязное да как можно так жить как свинья я говорю я в жизни встречался с такими у нас здесь работали свои деревенские один постоногов поликарп это старший брат моего друга как бы с ним вместе с павлом мы жили на квартире в корчене в школе учились а брат то и он намного старше и он на меня сильно обозлился что я приходил к ним парализованная бабка лежала моя мама направляла туда ну что-то отнести она больная ну парализованная лежит там плохой уход был очень плохой за ней там мухота вокруг она у нее тело прям все прогнило до костей то мама говорит я не видел на поликарту на меня обозлился он трактористом был еще мимо меня пойдешь я убью тебя меня он убьют за то что айтина разъезд я стал ходить другим путем уже в это время в техникуме учился и вот мы работали он трактористом все время грязные грязные только что зубы у него видно что рот где до ушей весь в мазуте а другой оставь и родионович кондин наш сосед тоже тракторист такой важный такой же трактор та же самая работа у него в белой рубашке как говорится под галстук одна и та же работа и никто бы не сказался их поставить что они оба трактористами то чуть-чуть что у него ветошь всякая он все вытер трактор весь протертый а трактор то какой и где это пахать сеять мы на селках на разных стояли с братом и акимом вот как ну и что этот поликарп ну грязно у него все абсолютно залитые на гусеницы поскользнулся упал ребра сломал и ребра воткнулись там в легкие где и умер грязь обходится очень дорого я к тому начал говорить что какое у тебя чувство быть вот но если я чищу то сажа то обязательно вылетает оттуда у меня лицо все и борода будет сажа но не в глине там никак нельзя то что дует оттуда она оседает на тебя а основное все чистое руки все время чистые должны быть вот я показал на пальцы как у старости подходит это внутреннее я вот каждый день занимаюсь и тем более 45 лет начальник был детского лагеря с детьми все время со студентами только в гт у я вел занятия это 18 лет все время окружены молодежью и забываешь свой возраст его даже не то что забываешь а и вспоминаешь вот я в моей родстве эти ровесники убывает умер говорят умер а почему чё ему не прожилось то посты не соблюдал пил ел что хотел умер а почему умер то ну как умер и мне удивительно почему он умер почему здоровый крепкий парень служил в армии а вот дальнейшая твоя жизнь ненужность на пенсии почему федор иван и шаляпин так быстро сгорел буквально в один год и ребров иван там другие где оказались за пределами родины невостребованность так которая была здесь он чужой и народный и поэтому вот попал ты среди такой обстановки где ты чужой как ты себя чувствуешь я вот был в баку там меня приняли и провели в мечеть я зашел а у них там промежуток между умолениями был глянул вдоль стен одни мужчины сидят сидят ноги подвернули так под бритые бородки около некоторых ребятишки мальчики ни одной девочки нету а я зашел разуваться надо я раздулся еще рваные носки заплатах я тогда решил снял и босиком меня специальный человек завел я говорю а можно я тут помолюсь можно но я зашел посреди мечети баку азербайджан и стал поклонных власть а сам глаза там так это повел глазами так гляжу все серьезные такие ну как рисует ваххабиты разные как они на меня я последний поклон склонился а это уже похоже как у них молится и головой до земли руки до земли на коленях стою ну так мы молимся а еще поднятие рук к верху никого все сидят около меня только один был проводник ну и об этом замер в этом положении про себя помолился и сразу встал встал вокруг меня прямо кольцом уже стоят эти мусульмане серьезные лица такие ну кто бы сказал враждебные злобные я не знаю серьезная не это не говорю что злобно ну и откуда я сказал а что как мы дальше я стал отвечать и лица разглаживается и уже хорошие улыбаются кто-то говорит где он там было знает и вот так с одним также мусульманин встретились он спросить надо ну как его спрашивать он купался там же в каспийском море при въезде в баку нам надо было найти сами рута и его чудесная такая женщина жена мулы к доме которого мы были ну подойти к нему чего он знает то может быть и нет а он отвечает чисто по-русски и высшее какое-то военное училище или там закончил сам пи в ленинграде и тут же давай звонить и по телефонам все узнал про библиотеку и нас так радушно везде приняли и знаете на душе сначала я весь напружинился ну какой я кто такой и вдруг провожают и очень доброжелательный народ и мусульмане я бы травил их или против говорил я проповедую евангелие а не коран коран я не аллаха проповедую христа иисуса и я говорил об этом везде и внутри настроение и вот они и пальцы тогда какие и внутри ты востребованный вот как и заходят мусульмане здесь а русским нельзя сказать я просился у президента путина чтобы помогли пробраться в идил и там у них остаться ой как начали пиар там эти слова вот кинули слово пиар ну и так когда это было консенсус консенсус референдум то еще осталось ну видишь что без грамоты слово то правильно не может произнести как у льва толстого мужик вернуться из города двестительно вот двестительно все в табе он ну нахватался здесь и человек это видно какое и вот внутреннее настроение создает правильное пищеварение правильный обмен веществ все внутреннее удовлетворение во христе я христианин ежедневно богославлю он еще сильно повредил палец и зажил и шевелиться главное и у володе нога думали сломан а может и сломана была срослась мы же молились все ну нет рентген показал ничего нет рентген показал сейчас ничего нет а в тот день рентгена не было и не могли его привезли через два дня я просто говорю вера то если нет чем связано ну то не злятся там теперь как он переживает дворки на мне все равно его жалко несчастный человек большего злодеяния за последние 20 лет никто не делал по сравнению с ним невзоров это младенец или герман стерников тому церковь православная там бесогоны и ну еще только и разное выступает людям шаманы нет дворкин изнутри при поддержке от патриарха до низу все его поддерживали встречали выступал и везде злодеяние его не поддается измерению вот эти созданные отдела они уйдут они будут миссионерскими называется подделка сатаны нет миссионерских отделов ни у в евангелии него христа не у святых отцов это труд духа святого они этого не знают демон подделывается по духа святого злобный дух это я попутно сказать потому что это еще каждый день выставляете потому что необходимо дать чтобы видели ну и наш большой сайт во свете библии вот он во свете библии сайт прекрасно около 50 книг аудио ну на меня то не нападут допустим власти а чего они найдут то здесь я самые простенькие выступают выступление дают ответы 4124 ответа по темам 55 тем это самое ценное я не знаю видно или нет тут вот с правой стороны здесь найти нашему сайту посвященный гимн я все спрашиваю где-нибудь в интернете если гимн гимн посвященный сайту какому-либо я еще не знаю сейчас минутку открою через google или яндекс что такое гимн как объясняет они гимн 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 россия википедии гимн красноярска государственный гимн кто такой текст гимн красноярска песня принята как символ государственного или классового единства хвалебная песня музыкальное произведение хвалебная песня вот это подходит гимна и проиграем его в конце это события какие были вчера ну что попутно вечерняя богослужение благословен господь по свете библии ну кому не нужно тот пусть я не слушаю а твердость руки и сомнения нет христовых пресветлых стопах на путь освещает лишь библии свет в земных и небесных мира должны внести должны внести слово божье в сердца всем людям планеты земля забытые строки с любовью отца мы с вами вновь правду христа во свете библии с вами библии путь путь покладываем злой делами дивными христе и библии ведем мы православный бой Играет музыка 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 И чего? Ну, видно, что поет не с улицы человек Какая бодрость в голосе во свете Библии Где-нибудь еще песня такая есть? Поют или нет во свете Библии, чтобы прославлялась? Я не знаю, просто спрашиваю У нас тут слушатели есть Все-таки просмотров Сейчас даже могу сказать, сколько у нас просмотров Просмотров 3 миллиона 838 тысяч 368 И 4895 подписчиков Ну, среди этих людей-то кто-то слышит Каждый день приходят люди Где, какие, такой гимн есть или нет Сайту посвященный Ну, городу Красноярску есть, везде говорят И российской, у меня гимн тоже написанный Гимн России Я на конкурсе выступал, но и он не прошел Хотя он более отображает суть Верующего человека и христианства, христианина Гимн Гимн России Даже попутно сказать, а может, если зарядить Может, даже где-то интернет и выставит Гимн России Так, что же мне тут зарядить? Да, вот это В Ютубе Гимн России Лапкин О, Шапкин написал Шапкин Тоже неплохо Ошибку я не вижу Слухом Гимн России Лапкин Есть тут такое или нет, где? Гимн России И исполняет Савченко Вот Посмотрите гимн, что включает слова Я включаю прямо здесь же, отсюда Песни Игнатия Лапкина Герои прошлого Ну и проще Гимн России Гимн России Музыка Александрова Слова Игнатия Тихольевича Лапкина Да встанет из праха Как прежде Россия По тенью Голгосской Святого Креста Лишь в этом спасенье И новая сила Молитвой исполни По слову Христа Отбросим гордыню Безбожных мечтаний Построить счастливое царство людей Безбожьего слова Под кровом Все скрыто В тумане Под кровом Приятных Но лживых людей И спросим Прощенье И милость у Бога Постом И молитвой Загладим Свой грех Не нужно искать Нам чужую Дорогу Пусть солнце Любви Посияет Для всех Отбросим Гордыню Безбожных Мечтаний Мечтаний Построить Счастливое Царство Людей Безбожьего Слово Все скрыто В тумане Под кровом Приятных Но лживых Идей Христа Воскресенье Над Родиной Нашей И звон колокольный Наватом Звучит Что может быть Лучше Святее И краше Довольство И мир Милосердия И Отбросим Гордыню Безбожных Мечтаний Построить Счастливое Царство Людей Безбожьего Слова Слова Все скрыто В тумане Под кровом Приятных Но лживых Идей Отбросим Гордыню Безбожных Мечтаний Построить Счастливое Царство Людей Безбожьего Счастливое Безбожьего Слова Все скрыто В тумане Под кровом Приятных Но лживых Видей Я на конкурс Посылал это стихотворение Но его не приняли Первый Раз когда писали Этот ген Писал Сергей Михалков И опять он же Он жил сто два что ли Года Михалков Один из самых Больших Лицемеров Какое бы не было Где гонение На писателей Везде его стояла Подпись Это не Белла Ахмадулина Везде Так тогда он писал На вырастил Сталин Нас вырастил Сталин На верность Народу На труд и на подвиги Нас вдохновил Славься Отечество наше свободное Дружбу народов Надежный оплот Что это Царство нерушимое Все рухнуло Ничего нет И здесь точно так же Так было Это поют Сегодня Так есть И так будет Всегда Да не будет Этого всегда Потому что все Кончается Во всем мире И на место одного Приходит другое Братских народов Союз вековой Ну это вы видите Что делается В Ингушетии Везде Страшное дело смотреть Без Бога то Что можно сделать И все припоминает Наверное Прибалтика Отошла и другие Все развалились Ну вот так События Дня Аллилуйя Что еще Ну вот что Сейчас Поехали